По поводу мыла, я же не сказал, убегаю, убегаю и никак не могу сказать. По поводу мыла, я вам скажу, что здесь заявлен, вообще это серия, сейчас надо сделать наступление, а то я про мыло не рассказал, про аромат. Вообще это серия такого плана, это по аромативам знаменитых брендов, знаменитых ароматов. Здесь заявлен Том Форд, фужер, значит написано имбирь, что еще там, мандарин и лаванда. Но я вам скажу, что где-то вот с тем парфюмированным Том Форд я согласен, немного я не согласен с фужерными вариантами, и я совсем не согласен с мандарином, лавандой и имбирем. Почему? Я не говорю, что там этих ингредиентов нет, наверняка, если производитель заявляет их, они наверняка там есть. Но, что получается, когда делают парфюмированную вот такую вот отдушку, именно похожую на что-то, например Том Форд или еще там какие-то знаменитые бренды, то разложить их, разбить по нотам практически невозможно. Никакого имбиря или там, что я вообще говорю, лаванды и мандарины я не почувствовал. Ну, может быть имбирь надо, хотя даже, ну чего буду говорить, придумать, нет, ни того, ни другого, ни третьего. Почему? Потому что в совокупности этих ингредиентов, то, что заложено в ароматику мыла, получается на выходе совершенно другой аромат. Это в моноароматах, которые, скажем, лаванды, чистая лаванда, да, она, мыло пахнет лавандой, аромат лаванды и все. Там лимон, да, лимоном и все. Или двойной-тройной аромат, я имею в виду по одной и той же тематике, скажем, цитрусовый. Да, там мандарин, апельсин, грейпфрут или грейпфрут, лимон, лайм. Тогда точно ты можешь разложить по нотам, потому что аромат имеет 2-3 составляющие. Когда аромат имеет многоголосие, такой оркестр из ароматических составляющих, когда идут и шлейфовые ноты, и отголоски, и одна нота обгоняет другую, тут же перемешиваясь и потом складываясь поедино, это очень сложно. Поэтому я, Том Форд, согласен, мандарин, имбирь, лаванда не согласен. Ну, там еще много всего. Это очень крепкий продукт, очень тонкий. И действительно, вот за то, что он похож, ну, скажем, не один в один, а есть отголоски. И именно сочетание с мировыми брендами, это да. Это классный мужской парфюм. The Yen Game Over. Теперь по лосьону. Я уже, наверное, минут на 40 заговорил. Но это надо делать. Ну, возникает, постоянно пишут, ты говоришь, говорит, потому что елки зеленые. Уже почти 7 лет я говорю это практически на каждом обзоре мне говорит, роман, а почему так? А почему надо так, а не так? Ну, приходится отвечать. И это хорошо, если это задают люди, которые, вопросы, которые только что подсоединились. Вот они пришли и приземлились на нашу планету. А те, которые уже давно смотрят, но для них это минусы. Ну, либо невнимательные, либо забывают, либо с памятью, либо что там. Ну, что-то надо делать. Да, не показал обратную сторону лосьона. Здесь лосьон не спиртовой, его надо смешивать. Он двухсоставной, две фракции, которые надо, в общем-то, перемешать. Так, погодите, я много лью. Халява. Скажут многие и будут ошибаться. Тут надо приходить еще поработать, чтобы такая была халява. О, как хорошо. Да, есть. Вот напишите. Вот специально не буду говорить, почему он щиплет, но нет там квасцового камня. Вот, догадайтесь сами, кто знает, пускай напишет. Идет эффект именно такого спиртового лосьона, но он не спиртовой. А когда вы... Я думаю, что специально производитель это сделал, потому что знает, что многие бритформаны, ну, процентов 85, если не 90, обожают спиртовые лосьоны. И поэтому они сделали такую фишку. То есть, обжигательный эффект есть, как мы называем спиртовой удар, а спирта нет. Так, пара... Подождите. Я и... Уж если сегодня затянул видео, пускай будет подольше, тогда уж я еще раз... Ой, как хорошо. Ой, как... Ой. Опять защипал. Ну, приятное. Такое, знаете, легкий ветерок и немножечко снега такого колка. Вот знаете, когда вот ветер и такой колкий снег. Ну, когда не больно, не нервирует, а наоборот приятно идешь и думаешь, еще, еще, еще. Вот это я имею в виду. Да. Так, по аромату. Вот как раз сейчас, ну, псевдоспиртовой удар прошел. Ух ты! Орех... Орех, кофе, сливки. И ликер. Да. Подожди, сейчас еще. Прямо так вот все. Одна нота, другую обгоняет. Молодцы, кстати, кто делал это. Для компании Яки. Да. Орех, сливки, кофе, ликер. Белис. Вот. Белис. Один в один Белис. Ну, не один в один, но очень похоже. Единственное, что в Белисе там есть спиртовая составляющая. Он дает такой немножечко дурманивающий аромат. Да, ну, самого вот хмеля, скажем так. Ну, не хмелик растения, а хмель имеется в виду в спиртовом эквиваленте. Там спиртовая составляющая есть. А здесь спиртовой составляющей нет. А так, вот если добавить чуть-чуть спирта, будет Белис. Чтобы было понятно, кто говорит. Это кофе, сливки, чуть-чуть какой-то ореховый, составляющий ореховой стружки, даже я сказал. Белис и Белис. Вот немножечко различаются они ароматы. Но в этом есть свой смысл. Сакральный, я даже думаю. Не зря. Вот хорошо сделали, правда, продукт. Тут еще, знаете, Вишейру приходится потрудиться, чтобы как-то разобраться и вникнуть суть вопроса в середину. Вытащить из него эти ноты романтические. Не всегда это получается. Но, я думаю, что более-менее мы разобрались. Общую картину мы с вами имеем. Ибо.